Более 7 миллиардов 100 миллионов рублей направлены на поддержку экономики Тверской области в условиях пандемии коронавируса. В результате с мая в Верхневолжье фиксируется рост объемов производства. Такие цифры прозвучали в среду на заседании регионального правительства. В рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса государство приняло масштабные меры поддержки экономики. В Тверской области на эти цели выделено 7 миллиардов 119 миллионов рублей. Свыше 5,5 миллиардов составили федеральные, а более полутора – региональные средства. В результате уже в мае в промышленности зафиксирован рост объемов производства на 1,6, а в вырабатывающей отрасли на 2,6%. Эта тенденция продолжилась и в июне. Все предприятия и все отрасли практически единодушно, одновременно откликнулись на меры поддержки. И форматы бизнеса – средний, бизнес – малый, бизнес – крупные предприятия смогли воспользоваться практически всеми мерами государственной поддержки. В регионе растут объемы ввода в строй жилья, увеличивается оборот розничной торговли, перевозка грузов, восстанавливается внешний торговый оборот, а также экспорт. Финансовый сектор демонстрирует рост по поступлениям доходов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года действуют пакеты отраслевых мер. В сельском хозяйстве введено субсидирование затрат на содержание маточного поголовья и на посевы озимых. В туризме продлено субсидирование для возмещения затрат при организации поездок школьников по Тверской области. Таким образом, в этих и других сферах Верхней Волжье даже добилось заметного прогресса. Фактически многие предприятия, которые заняты в секторе логистики, транспортных перевозок, тех же самых онлайн-продаж, они выиграли в результате кризиса. И область должна оседлать такие позитивные тенденции. Новые перспективы открываются и в сфере внутреннего туризма. И здесь потенциал области, мне кажется, еще далеко не раскрыт. Благодаря поэтапному снижению ограничений, постепенно в экономику включились магазины, музеи, кафе, торговые центры, частные медицинские организации. По оценке областного Минэкономразвития, далее прогнозируется рост индекса физического объема валового регионального продукта, а также индекса промышленного производства и других показателей. Нам удалось добиться достаточно сглаженного процесса по переходу из нормального состояния в коронавирусный режим и обратно в нормальное состояние экономики. Сегодня у нас осталось практически последнее ограничение. Это на проведении мероприятий более 500 человек. С 1 августа у нас открываются кинотеатры и торгово-развлекательные комплексы. В настоящее время главными задачами остается снижение рисков и поиск возможностей для дальнейшего развития, решение инфраструктурных вопросов, а также кооперация производств. Все это позволит Тверской области продолжить восстановление экономики и выведение ее на докризисный уровень.